Конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей» открылся в селе Рязанцы, и здесь, в Африаново, возле усадьбы Лазарева, мы снимаем. И это место знаковое для всех нас, потому что оно связано с великим композитором. Александр Алябьев здесь жил, работал и творил свои великие мелодии, которые уже третий век подряд вдохновляют многие поколения россиян. В Щелковском районе конкурс музыкального искусства имени Алябьева проходит ежегодно. Сейчас известен и уважаем в музыкальных кругах далеко за пределами Фрианово, Щелково и даже Московской области, потому что каждый год дает дорогу в божественный мир музыки и пения новым ее юным почитателям. Замечательный фестиваль-конкурс «Алябьевский соловей» он пережил очень много. Я помню, когда здесь на сцене выступали целые народные коллективы, это был огромный праздник. Сейчас выступают вокалисты, выступают они в замечательном историческом месте, это усадьба Лазаревых. И все время этот конкурс набирает обороты. Коллегам, коллективам, которые сегодня прибыли со всей территории Московской области, сегодня в нашем конкурсе будут принимать участие 49 участников, из них 10 коллективов, 39 солистов. И, конечно же, творческих успехов и всего самого-самого доброго. С праздником! Открытие конкурса «Алябьевский соловей» прошло возле памятника великому композитору, кстати, первому в России памятнику Александру Алябьеву, который был установлен на нашей Щелковской земле в селе Рязанце в 1988 году, и где рядом была возрождена церковь, в которой автор знаменитейшего и всем известного романса «Соловей мой соловей» венчался. И здесь прошло открытие фестиваля конкурса. У нас великий церковный праздник, троица, и все это набивает ту обстановку, когда хочется остановиться и сказать, остановить мгновение и прекрасно. Мы, конечно, с гордостью относимся к этому празднику, потому что именно у нас Алябьев написал «Соловья», именно к нам приезжают гости, поэтому мы делаем все, чтобы нашим гостям было здесь и комфортно, и нравилась и наша природа. Ну, все делается для того, чтобы этот праздник с каждым годом был лучше, красивее, удобнее. Конкурс этот называют еще и фестивалем, потому что в нем участие принимают музыкальные и танцевальные коллективы из всех поселений района, а также из соседних муниципалитетов. В парке, возле усадьбе они не только выступают, радуя жителей Фрядова и всех гостей своим искусством, но еще и преподают. Здесь проходят разнообразные мастер-классы по хореографическому мастерству, а также по умению изготавливать очень красивые поделки, которые сюда привозят со всего Подмосковья художники, скульпторы из клубов народного творчества. Сам же конкурс вокального и музыкального искусства в этом году собрал в усадьбе городского поселения Фрянова юных певцов и музыкантов из более чем 10 муниципалитетов, из музыкальных школ, из школ искусства, из кружков при домах культуры. Приехали во Фрянова и совсем еще юные певцы и музыканты, те, кто только начинают свой творческий путь. Прибыли ребята и постарше. Они все, конечно же, мечтают стать известными исполнителями, и, возможно, мы присутствуем при рождении новых блистательных имен. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. И что? Что вы по этому думаете? Ну, я думаю, что эта песня простая, но одновременно хорошо помогает выразить свои мысли. Очень легкая такая. Нравится? Да. А вообще петь нравится? Конечно же. Андрей Циханович, Станислав Беляев, телерадиокомпания Щелково.